12 апреля 2024 год, будет еще сейчас один сеанс психотерапии, блин, я не знаю как это назвать для родственников моих, для, блин, просто сограждан, для украинцев, кто здесь в Украине, кто в Германии, кто за границей, перестаньте, пожалуйста, паниковать, это самое последнее время, когда стоит паниковать, отчаиваться, бояться чего-то, захвата Харькова, блин, я даже не буду касаться того момента, что это полный бред, это никакого Харькова, конечно, никакая Российская Федерация не возьмет, они могли это сделать, может быть, в окружении взять там с бухты барахты в 24, в 22 году, 24 февраля, там, да, три дня у них на это было, не смогли они этого сделать, все, к этому можно не возвращаться даже. То, что у нас сейчас нет боеприпасов, там, не в недостаточном количестве, то, что у нас там нету каких-то F-16, до сих пор этих не пришли, атакамцы там недостаточные, кассетные, недостаточные количества, не надо по этому поводу паниковать и расстраиваться. Вы понимаете, что Россия сейчас на последнем издыхании в буквальном смысле, вы посмотрите, чем они нас атакуют, вы видели вот это, когда на одном танке 24 или 25 человек выскочило после его подбития с него, как с маршрутки, блин, нафиг, я не знаю, в Харькове у нас там, час пик в Советском Союзе. То есть, ну, это просто капец, я не знаю, 24, 25, там же еще трупаки какие-то внутри танка, наверное, остались, но я вам скажу, вот просто украинцы меня поймут, мы посчитать, мы вас всех пидрохуем, вы понимаете? Не переживайте, пожалуйста, блин, нафиг, придут сюда и это камсы, и GLSDB, в достаточном количестве я имею в виду, нету Тауруса, придут мардеры там от Германии, Германии спасибо сильно, как помогает, не надо за ее на эти Таурусы взъедаться. Германия помогает нам больше всего. Франция, вторая экономика, Европа, она далеко не так мощно нам помогает, как в Германии, так что не гоните на немцев, я, конечно, довольно-таки предвзято отношусь, у меня мать-отец-сестра племянник в Германии, спасибо немцам огромное, кто бы мог сказать, что нам будет немцы помогать, сказал бы это я своему деду, который, ладно, не ладно. Ребята, упайте всю скель. Ну, здесь, да, Юмана Франка все читали, наверное, в школе, 150 лет назад человек сказал, он нам призначил, а скорее всего, ну, сруйнувать. Так? Так это нам, это мы вот. Он умер там, когда, хрен знает, сто лет назад, а мы сейчас это все застанем, мы это своими глазами увидим. Ну, кто жив, конечно, остается. Вопросов нет. Тяжело, да, там, месяц контуженный, убитый, блин, там, раненый, там. Я, наверное, за 14-й, 15-й, 22-й, 23-й, 24-й год, такой тяжелый месяц еще не было. Но мы же видим и со стороны России, какие идут, блин, нафиг это, на мотоциклах нас штурмуют. Вы чё, блин, народ, блин. Перестаньте их, это упайте всю скель. Это не скель, это, блин, дамба из говна, из палок в Орске, которую прогрызли мыши, а палки все забрали на то, чтобы воткнуть, как черенок лопады, Путину в одно место. Еще раз говорю. Мы сейчас на самом, как Украина, как вооруженные силы Украины, на самом, наверное, низком уровне по боезапасу там за последний год. Ну, даже в этой, а Руссии наоборот. Они сейчас максимально развернули свою промышленность там с 22-го года, как они одуплились, что не получится нас за 40 дней там захватить, там, за 2 недели. Сколько они там рассчитывали, идиоты эти. Они развернули это, набрали себе этих, по миллиону они сейчас платят за то, чтобы подписать контракт. Вы понимаете, тут мразота такая наемная против нас воюет. Они на своем пике, мы на своем минимуме, но сейчас это все начинает, вот сейчас май-июнь, блин, начинается разворот в нашу сторону, в сторону Украины. И вы до конца этого года уже увидите изменения, какие существенные произойдут и на линии фронта, блин, нафиг. Вот мы уже самое тяжелое, как Украина, как украинцы выдержали. Перестаньте, пожалуйста, вот эти панические разговоры, Харькова не возьмут. Ректальный градусник с площади Конституции засунул Путину в одно место, блин, куда ректальным градусникам и положено совать, понятно? Никто ничего не возьмет, блин. Они тут будут лежать трупами, такими же, как вот это сейчас плавают в этом Орске. Мы сейчас, Украина, еще раз говорю, 150 лет назад Франко писал эти стихи, проглупаетесь у Скелли, и мы сейчас это увидим. Мы то поколение счастливое украинцев, которое наконец-то застанет, блин, нафиг, на своих глазах увидит, как Украина эту Скелли, которую, я же говорю, это Россия, это не Скелли, это, блин, дамба из говна и палок, которые прогресли мыши, которых не доела боброедка эта. Это все на наших глазах рухнет. Вы не представляете просто своего счастья, ребята. Сейчас создается пантеон героев, понимаете, все погибшие наши. В 14-м году кто погибли, в этом году кто погибли, за все эти, за столетия кто уже погиб, сейчас это все закончится на наших глазах. Понятно? Не паникуйте, там от этих Орков уже мало что осталось.